МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Михаил Шумилов, главный специалист, инженер отдела капитальных ремонтов Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Мурманской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, я правильно понимаю, что вы приехали в Кировский Апатит и с рабочим визитом мы уже успели провести рабочие совещания и осмотреть некоторые объекты? Да. Но хочу начать вот с какого вопроса. За время существования Фонда капитального ремонта сколько домов в Кировский Апатитах успели отремонтировать? За период с 2014 года по 2020 включительно в Кировске отремонтировано 29 МКД многоквартирных домов по 52 видам работ. В Апатитах 63 МКД по 129 видам работ. А от чего зависит принятие решения привести в порядок жилой дом? Кто оценивает необходимость проведения ремонта и его очередность? Все многоквартирные дома Мурманской области учтены региональной программой проведения капитальных ремонтов общего имущества многоквартирных домов. Данная программа утверждена постановлением правительства Мурманской области и рассчитана на период с 2014 по 2043 год включительно. При составлении данной программы учитывались такие показатели, как год постройки, дата последнего капитального ремонта и техническое состояние МКД на момент составления региональной программы. При составлении и утверждении данной программы учитывались так же, как и техническое состояние на настоящий момент МКД. Количество МКД и видов работ, выполняемых на год, определяется муниципальной краткосрочной программой, которая рассматривается и утверждается Министерством строительства Мурманской области, а фонд капитального ремонта является органом, реализующим данную программу. Я правильно понимаю, у нас есть программа, да? Вот мой дом, например, должны отремонтировать, ну пусть будет в 1936 году, да? Ну у нас меняются погодные условия, да, и дома изнашиваются иногда быстрее, чем это предполагается изначально. Вот я как собственник понимаю, что мой дом нуждается в капитальном ремонте. Но одного моего решения мало. Как мне действовать? В конкретной ситуации включения в программу надо понимать в первую очередь, что существование фонда капитального ремонта не освобождает управляющие организации, даже не управляющие организации, а организации, осуществляющие управление многоквартирным домом от обязанности выполнять текущее содержание и ремонт данного дома. То есть для того, чтобы осуществить перенос срока выполнения определенного вида работ по конкретному многоквартирному дому, в первую очередь надо провести общее собрание собственников. Только собственники решают о переносе. Вы как собственник должны инициировать, в первую очередь, проведение данного общего собрания с привлечением управляющей организации. По результатам, соответственно, что голосование определяется только собственниками, требуется или не требуется данный вид работ. В данном случае, так как ваш МКД находится в региональном программе на 36-й год, в данном случае составляется пакет документов управляющей организации, представляющей ваши интересы, о переносе срока выполнения определенного вида работ на более ранний. В соответствии с 626-м постановлением правительства Мурманской области определен порядок переноса сроков выполнения. В соответствии с ЖК РФ и порядком переноса установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах, утвержденного постановлением правительства Мурманской области номер 626 от 10 сентября 2020 года, вы как собственник живого помещения, в первую очередь, проводите общее собрание собственников. На повестке дня обсуждается вопрос о необходимости переноса, либо замены вида одного исполнения вида работ на другой. Например, ваш дом фасад определенной региональной программой в 36-м году, но на 23-й или 24-й год у вас внутридомовые инженерные сети холодного, горячего, водоснабжения, водоотведения. Эти работы можно заменить, перенести их на более поздний срок, а фасад передвинуть на более ранний. Согласно принятого решения общего собрания собственников жилья, управляющая организация собственными силами, либо силами специализированной организации, а управляющая организация только в том случае, если она имеет данную аккредитацию, проводит техническое свидетельствование, состояние фактическое на тот момент, когда проходит общее собрание собственников. По результатам данного технического обследования управляющей организации собирается пакет документов в соответствии с приказом Министерства строительства Мурманской области 577 от 17 ноября 2020 года и подается в комиссию по установлению необходимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома. Уполномоченными членами данной комиссии принимается решение о включении либо отрицательном ответе на данное обращение управляющей организации. Ситуация какая? Ваш дом 1936 год, повторюсь, фасад. Его могут перенести на более ранний срок, например, в 1923-1924 год, или же по необходимости и 2022 год. То есть это принимают полномоченные члены комиссии. Я думаю, это очень актуальная и интересная информация для многих жителей Кировска и Апатитов. А что может быть отремонтировано по программе капитального ремонта? Ну и для примера, что не входит в вашу зону ответственности? В соответствии с нормативно-правовыми актами в рамках капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов выполняются крыша, фасад, фундамент, подвал, внутридомовые инженерные сети, холодное водоснабжение, электроснабжение, горячее водоснабжение, энергоснабжение, отопление и горячее водоснабжение. Также производится ремонт тепловых пунктов, индивидуальных тепловых пунктов и лифтового оборудования. Пример такой яркий. При ремонте фасада производится замена оконных заполнений. И это входит в программу? Это входит в капитальный ремонт фасада. Это определенный вид работы. При этом внутренняя часть оконных откосов после демонтажных работ восстанавливается, но косметический ремонт в самом подъезде и на лестничных клетках не выполняется. Данная функция лежит на плечах управляющей организации в рамках текущего содержания и ремонта. А вот, Михаил, у нас есть, например, собственники, которые платят деньги на капитальный ремонт не в общий котел, а накапливают их на индивидуальном счете. Они сами могут решить, когда и какие работы им необходимы, если я правильно понимаю. А процедура по поиску подрядчика и оценки стоимости заключения договора на выполнение работы, она такая же, как и для собственников, которые в общем котле? Или несколько отличается? В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, собственники вправе выбора формирования фонда капитального ремонта. Первый случай – это на счетах регионального оператора. Второй случай – на специальном счете регионального оператора. И третий – на специальном счете, владельцем которого является организация, выполняющая обслуживание и управление многоквартирным домом. Собственники сами выбирают подрядную организацию. В последнем случае собственники жилья сами определяют подрядную организацию, выполняющую тот или иной вид работ. В данном случае надо понимать, что при выполнении определенного вида работ стоимость может быть очень высокой. В случае собственники жилья сами определяют подрядную организацию, определяющую тот или иной вид работ. При этом надо понимать, что стоимость работ и материалов имеет свою определенную стоимость. Для этого требуется кредитование или крупный разовый взнос собственников жилья. Например, стоимость условной крыши стоит 8 миллионов рублей. Сумма кредитования увеличит стоимость автоматически данную сумму ежемесячных взносов. Разовый взнос будет в данном случае кастерномический, а накопить такую сумму потребуется 10-15 лет. При этом не надо забывать, что все дома Мурманской области включены в региональную программу капитального ремонта. В данном случае это отслеживают органы местного самоуправления и Государственная жилищная инспекция Мурманской области. Во втором случае, когда... Второй случай это специальный счет при фонде. При фонде капитального ремонта, да, правильно. В этом случае фонд осуществляет сопровождение качества, объемов и гарантии выполненных работ. Когда в первом случае такие моменты, как качество, объемы и целевое расходование денежных средств остается под вопрос. Ну а в третьем случае, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, при формировании в общем котле денежных средств, фонд капитального ремонта выполняет полный цикл сопровождения от технического обследования, проектирования и осуществления определенного вида работ. На этапе подготовки проектирования документации осуществляется техническое обследование, по результатам которого принимаются технические решения и по увеличению, и по улучшению энергоэффективности. Например, электроснабжение. Мы живем в старом жилфонде. При застроительстве данных объектов источников потребления было минимальное. Телевизор, холодильник, утюг. Сейчас наши потребности возрастают. У нас телевизоры, микроволновки, холодильники, потребители, именно что источников потребления электроэнергии очень много. При производстве, ремонте внутридомовых инженерных сетей электроснабжения мы запрашиваем технические условия у ресурсоснабжающей организации, какие мощности они могут предоставить на данный объект. Это все учитывается. При этом используются более современные материалы. Алюминий меняется на медь. Больше срок службы. Разговор о капитальных ремонтах хотелось бы начать с кировских домов по адресам проспект Ленина 3, 13 и 15. Уже несколько лет организацию НР-398 из Санкт-Петербурга затягивает с производством работ. То погодные условия, то нет специалистов, то еще какие-нибудь сложности. Качество также не радует. В этом мы не раз убеждались вместе со специалистами, выходя на эти дома. Как сейчас обстоят дела с капитальным ремонтом по этим адресам и есть ли какие-то сподвижки? С 2017 по 2020 год администрация города Киеверска с подведомственной территорией выполняла функции технического заказчика. Фондом осуществлялось финансовое сопровождение оказания услуг. На настоящий момент фондом заключен договор на оказание услуг со специализированной организацией на проведение строительно-технической экспертизы объема и качества выполненных работ. По результатам данной экспертизы будет определен объем работ, которые надо сделать, чтобы ремонт был завершен с последующим повторным выставлением на аукцион. То есть эти работы уже будет выполнять не УНР, а какая-то другая организация? Да. Соответственно, необходимо будет заново делать какой-то технический заказ, техническую документацию. И организации придется переделывать, а дома вновь войдут в капитальный ремонт. Ну, практически так. Ну, не то, что в капитальный ремонт, он продолжится. А вот за такие затягивания сроков и за такое выполнение работ, какие, есть ли какие-то наказания вообще к подрядчику, что им грозит, или они так и продолжат работать на других уже домах? Я и говорю не конкретно про УНР, я говорю вообще. При срыве сроков графика производства работ подрядным организациям в рамках действующего законодательства Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, налагаются денежные штрафы, штрафные санкции и неустойки. Вплоть до одностороннего расторжения договора на оказание услуг, при этом передача информации о подрядной организации, уполномоченные органы о включении их в реестр недобросовестных. И, соответственно, эта организация уже не имеет права участвовать в аукционах? Да, она потеряет аккредитацию, которую имеет. Что касается Хивногорска, 29, там тоже работы несколько затягивались. На сегодняшний день приняты ли они или же на каком этапе находятся доделки? Да, 20 мая 2021 года проведена комиссионная приемка выполненных работ и крыша принята в эксплуатацию управляющей организацией. В подрядной организации применены штрафные санкции. А выполнены ли обязательства подрядной организации перед собственниками? Во время производства работ были и протечки, и порывы. И подрядная организация должна была либо провести ремонты в квартирах, либо финансово. В настоящее время подрядной организации выполняется ремонт в одной квартире данного многоквартирного дома. Также проходят переговоры о материальном возмещении нанесенного ущерба со страховой организацией, данной подрядной организацией. Данные вопросы муниципальные казенные учреждения управления кировским городским хозяйством и фондом капитального ремонта на особом контроле. То есть это точно все будет выполнено? Да. В прошлом году капитальные ремонты по нескольким адресам не были завершены. Тогда приняли решение заморозить их производство до лета этого года. Вот подрядчик приступил ли к выполнению своих обязательств? Да. Насколько я помню, на Мира 8А они уже работают? Да. Два адреса Кирова 37, уже выполнение работ на 60%. Окончание работ планируется на 37 июля 2021 года. И по Мира 8А 55% выполнение. И также окончание работ 31 июля 2021 года. Так, Кирова 37 на 31 июля. 31, да. И там, и там. Вот в прошлом году жители Апатита хвалили своего подрядчика. Кировский с ремонтами крыш на проспекте Ленина, вот в нескольких домах, так же повезло. И это просто был праздник целого города. Потому что, ну, такое бывает крайне редко. Почему это редкость в наших городах? Подрядчик не рассчитывает свои силы или это случается потому, что там техническую документацию могут поменять в процессе выполнения работ? В чем причина? По первой части вопроса это все очень индивидуально. Однозначного ответа нет. А что касается проектной документации, изменения в проект могут вноситься до установки последнего винтика. Это нормальная практика и при реализации проектных решений. В 2021 году на капитальный ремонт и многоквартирных домах в Мурманской области направлено более полутора миллиардов рублей. На эти деньги должны привести в порядок более двухсот домов. Что это за адреса в Кировске и Апатитов и как активно идут работы? На 2021 год в Кировске запланирован капитальный ремонт в пяти многоквартирных домах по 12 видам работ. Ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт внутридомовых сетей, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, отопления. Это по Ленина 5. И ремонт фасады Хибиногорской 30. На Хибиногорской 30 работы активно идут? Работы ведутся подрядной организацией. Также по Ленина 5 подрядная организация уже приступила к исполнению работ. В ближайшие дни ожидается установка защитных ограждений. И начнут в два этапа. А что касается Апатитов? В Апатитах 10 домов по двум видам работ. 9 крыш и 1 фасад. И на каком этапе там работа? Насколько я знаю, там некоторые дома уже завершены. Да. В Апатитах завершены по региональной программе, краткосрочному плану региональной программы 2021 года Северная 17 и фестивальная 2. Также два объекта готовятся уже к сдаче на финишной прямой. Контракты там были заключены немножко раньше, да? Да не немножко, значительно раньше. Да. Работы начались с 18 марта и 1 апреля. А почему в Кировске так нельзя? Потому что немножко там... Везде все это можно, все зависит. Но как крыш в этом году в Кировске-то и нет. Зависит от вида работ, который должен быть произведен. То есть если крышу у нас позволяют расчистить и начать выполнять весной, то тот же самый фундамент, пока лежит снег, нам не сделать. Да. На одном из оперативных совещаний губернатора Мурманской области Андрея Чибиса поднимали вопрос о ремонте в Апатитских домах в Зиновьево 17 и Бредово 19. В этом году по ним готовится проектно-сметная документация по ремонту кровли на 2022 год. Но уже стоят ограждения. На это обратили внимание. Более того, было отмечено, что возможен ремонт этих домов уже в этом году. Так ли это? По данным объектам Бредово 19 и Зиновьево 17 в городе Апатитах, проведение строительно-монтажных работ планируется с августа по октябрь 2021 года. У нас есть фонд капитального ремонта, есть строительный и технический контроль, есть подрядчик. Вот в этой цепочке как происходит взаимодействие и какую функцию выполняет технический заказчик? Фонд капитального ремонта в рамках технического заказчика выполняет полный цикл сопровождения объекта, в данном случае это определенный вид, работ по капитальному ремонту общего имущества, начиная от проектирования, заканчивая передачей объекта в эксплуатацию. Подтверждение объемов, качества работ, скрытые, свидетельств нескрытых работ, определение дополнительных видов работ, необходимых для завершения капитального ремонта того или иного вида работ. Ну то есть вот помимо вот этого набора, то что держится на вас, на вас еще и лежит огромная ответственность перед жителями области. Да. Вот куда обращаться к жильцам, если в процессе производства работ возникли какие-то проблемы или же недопонимания с работниками? На каждом объекте устанавливается информационный щит, стенд, паспорт объекта. На данном стенде указаны все контактные данные, как подрядных организаций, начиная с генерального директора и ответственного лица на данном объекте, от подрядной организации, строительного контроля и также контактные данные фонда капитального ремонта непосредственно. А вот интересно, жильцы жалуются, например, на шум при производстве работы или все относятся с пониманием? Есть и такие. И удается урегулировать? Да. На этом у меня все. С вами была Мария Савохина. В гостях в студии Народного телевидения «Хибины» был Михаил Шумилов. Главный специалист – инженер отдела капитальных ремонтов Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Мурманской области. Хороших вам ремонтов! Всего доброго! Берегите себя и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова